Софья, дорогая, давайте сделаем так сегодня. Давайте первая половина урока у нас будет гитара, вот, а вторая половина урока у нас будет укулеле, хорошо? Вот, чтобы просто полчаса гитары, полчаса укулеле. В прошлый раз мы начали, у нас начинается всегда занятие с начинающих гитаристов с нуля, да, но пришли ребятки, приходят всякие разные, да, не только с нуля. Поэтому получается, что непонятно, как работает. Вот, в прошлый раз мы прошли нотки, да. Бень, какие нотки ты запомнил? Расскажи из тех, которые есть. Да, точно, да. А еще? Ну, как называются? Бенечка, смотри, смотри, значит, на прошлом занятии, на прошлом занятии у нас шла речь о нотах и об аккордах. Ты скажи, пожалуйста, Бень, Бень, я когда тебе что-то объясняю, вот, желательно все-таки слушать, а не играть. Иначе просто мне очень сложно мысль поймать. У меня же не только ты один. Вот из прошлого урока, как бы, ты смог подсоединиться к чату, который в Телеграме? Нет. Ну, а как ты планируешь делать домашние задания, если тебя нет в чате? Ну, ну, попытайся скачать Телеграм. Бень, ты знаешь, я вот думаю, что, скорее всего, у нас вот это последнее занятие бесплатное, ну, как бы, вот с большой долей вероятности. Вот. По крайней мере, для тех, кто, ну, дальше будет бесплатная группа, но она будет только для тех, кто сразу понимает, что нужно делать для выполнения домашних заданий и их присылает. Ребяточки, вот, расскажите мне, вы с нуля, и как у вас вообще, как вы, Максим, вот тут написано Максим, и двое мальчиков. Расскажите, как вы подсоединились, если можно, маму давайте, маму, чтобы с мамой пообщаться как-то вот, да? Здравствуйте. Расскажите, как у вас. Ну что, облук включил? Да-да-да, вас слышно. Здрасте. Два пацана уже играли? Нет, я немножко. Я с нуля. Немножко, помолчи, пожалуйста. Играли немножко уже, ну, получается, начинающие, но с нот вообще не знаем, мы не по нотам играли, по аккордам и... Понятно. А как, каким образом вы узнали, как бы, вот об этом занятии конкретно? Вы в чате или вы... В чате, да, в чате. В чате, да? Ну, как бы, если что, друзья, вот если кто-то будет смотреть занятия в записи там или как-то еще, пожалуйста, вы не забывайте, что мне всегда можно написать сообщение, да, и как бы спросить, как будет проходить занятие, что для него нужно. Значит, вот мы сейчас работаем в первую очередь с классической гитарой. Если вы пришли с нуля, то это означает, что у нас есть рабочая посадка, это очень важно. Во время которой приподнимается с помощью подставочки. Сейчас подставочку покажу, она у меня здесь есть. Вот. Значит, сейчас попробую сделать так, чтобы все было видно. С помощью подставочки приподнимается нога левая. Вот. Если у вас там, если вы правши, левая нога, она приподнимается и, значит, на нее кладется гитара. Сейчас я попробую вам объяснить. На нее кладется гитара, вот таким образом. Так, сейчас главное, чтобы мне еще на уши не пришло. Вот. Да, все равно не видно. Ну, сейчас, возможно, скорее всего, мне придется, ребят, занять немножко другое положение. Вот на этот стулчик мой специально забраться. Вот, чтобы можно было вам показывать правильно. Вот так, да. И, соответственно, что мне нужно сделать? Мне вот так вот нужно сделать, чтобы здесь все было адекватно видно. Вот. Ну, вот для начинающих это выглядит так, что у меня вот здесь гитара. Посмотрите, угол наклона грифа. Это мама может помочь. И здесь помочь может только мама. Ребенок не может этот момент сам, да, каким-то образом так настроить. Это просто невозможно. Вот. Потому что гитара должна быть вверх на ноге, которая поднята. Поднята – это означает, что на ней вот повыше, что она стоит повыше, да, немножко под таким наклоном. Не вот так вот, а вот так вот. Вот. И, значит, вот, ребят, вы пока садитесь, вот посмотрите, да, мамочка, вас как зовут? Как вам обращаться? А-а-а. Вот. Скажите, пожалуйста, как вам обращаться? Вот еще раз можно мальчишек… Я сейчас назову просто, чтобы не забыть. Значит, как вас зовут, ребяточки? Кто справа, кто слева? Алло, алло. Ребят, я к вам обращаюсь. А, Макс и Михаил, да, правильно? Да, Макс и Михаил зовут. Да, Макс и Михаил. Пожалуйста, сейчас не отключайтесь, потому что мы с вами сейчас будем в первую очередь решать вопрос. Вот. Как сидеть и как… А, все, ну да, я вижу здесь. Значит, кто из вас Макс, ребят? Не выключайте, пожалуйста, микрофончик. Да, ты постарше Макс, да, помладше Михаил, правильно? Да. Вот, замечательно. Смотрите, значит, ребята все, и Беня в том числе, попробуйте сейчас сделать такое задание, пока что не говоря вообще о нотах. Ноты мы сейчас с вами повторим, и они у нас будут… Да, а потом у нас еще есть, кто сейчас есть, у нас есть Арика. Арика, тебя прямо так зовут, да, зайчик? Да, это твое имя, замечательно. Вот, а ты первый раз сейчас на занятие? Кому ты не приходила еще? Первый раз. Тем более, да, то есть у нас получается, вот, все ребята сейчас первый раз. Айка, посмотри, видишь, как у меня расположена гитара, она вот здесь на ноге. Я очень плотно кладу вот сюда, у меня прям плотно по ноге вот этот сгиб лежит на гитаре, да. И самое главное, что нужно повыше гриф, повыше, вот, и вот сюда локоть, чтобы можно было в итоге заниматься, да. Вот, значит, и локоть вот здесь, посмотрите, видите, у меня вот сам сгиб локтя, вот эта вот ямочка, прям вот на этом месте стоит. Примерно вот где-то вот здесь, отсюда можно провести прямую линию, поставить локоть, и таким образом у вас локоть расположен правильно, да. И теперь давайте все и Айка, и Макс, и Мих, и Беня тоже. Значит, Беня, если тебе интересно, то как бы ты то же самое делаешь, что и все остальные. Ты сидишь как? Ты сидишь так, как вот я прошу или как-то по-своему? Если можно, то есть как бы, ну, просто иначе как бы нету смысла присутствовать на уроке. Я скажу, как вы сказали, только у меня отражается звук из-за кофунки. Хорошо, хорошо. Смотрите, сейчас на время, пожалуйста, сейчас выключите микрофон и попробуйте, чтобы сейчас не было, да, большого такого, попробуйте поиграть по первой струне. Вот так. У нас два пальца, указательный и средний. Сейчас нужно очень хорошо будет постараться понять, да, вообще какой палец какой. Для наших уроков очень важно понимать, какой палец какой. Где указательный, где средний, где безымянный, где, ну, мизинец, наверное, на правой руке не нужен, да. Здесь тоже на левой руке указательный, средний, безымянный и мизинец. Вот. И нам обязательно-обязательно нужно научиться брать красиво, не просто как-то, непонятно, да, а очень красиво, сочно звук на каждой струне. Вот. И мы сейчас поиграем по первой. Посмотрим, у кого красивее звук. Повторой. И по третьей. Ну, у кого красивее, это я шучу на самом деле, потому что это, конечно, как бы у всех разные инструменты. Вот давайте, Макс и Мих, попробуйте вот по очереди сейчас включите микрофончик и сыграйте вот такой рукой, указательным, пальчиком и средним, каждую струну по четыре раза. Первую. Давайте, давай, Макс, ты сначала. Два пальца. Двое пальца. Те только что объясняли. Угу. Ухо. Нет, 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 да, еще разочек, да. Ну, хорошо, можете сейчас не отключаться. Ребят, тишина, послушайте, сейчас потом будете пробовать. Значит, только по первой струне, только по первой струне. Только, ребят, можно сейчас меня не дублировать, я просто попытаюсь сказать сама и как бы посмотреть, поняли ли меня или нет. Только по первой струне, четыре раза. По очереди каждым пальчиком. Указательный и средний, указательный и средний. Давай, попробуй, Макс. Так, я не очень понимаю, где кто, где кто, давайте пока заглушайтесь в микрофон, я слушаю только Макса. Да, только не надо здесь держаться большим пальчиком, ничем не держишься, у тебя вот здесь должен быть локоть. Вот, может быть, маме стоит поправить локоть, локоть должен быть вот здесь. Не там где-то, не вот так вот там, да, а вот просто вот, да, 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 локоть, да, на краю гитары. Попробуй еще раз, да. И да, совершенно верно, правильно, абсолютно верно. Вот, а вас как зовут, если маму, да, называть, как маму я записываю? Ольга. Ольга, спасибо большое, а то у меня такая память, ну, почти девичья. Вот, значит, Оль, правда, действительно, вот это очень важно руками, тут для детей младше 12, это очень важно, когда может помочь родители руками. Итак, сначала, давай теперь мехты сыграть, то же самое, да, вот у тебя сейчас нормально, кстати, гитара абсолютно расположена. Да, ребяточки, это главное, да, главное, да, и по второй, умничка, и по третьей. Замечательно, да, 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 ну, там дальше, там дальше лучше большим работать. Макс, ты еще раз сыграешь, хорошо, правильно, держа руку, да, ни на что вот здесь вот не опираясь, просто по четыре раза каждую струну попробуй. Нет, нет, ни на что не опираясь, нельзя, нельзя, ничем, ни здесь, ни здесь, ни здесь, никак нельзя держаться, да, еще разочек. Вот, теперь правильно. Да, абсолютно верно, теперь давайте Айку послушаем то же самое. Вот, а Кирилл у нас уже присылал ноты, Кирилл получается единственная, кто делал домашние задания и знает ноты. Кирилл, ты крутой. Вот, Айка, попробуй ты сыграй. Да, а потом вторая струна. Да, да. Айка, ну, я просто тебе предлагаю, когда будешь работать по четыре раза, по четыре раза. Хорошо. Хорошо, да, да, умничка. А я пока не хочу, там остальные струны, я только вот эти. Теперь, Беня, ты сыграй, пожалуйста. То же самое. Так, дружочек, это я еще на прошлом занятии заметила, вот здесь держаться не надо. У нас мы потом... Вашим пальцем играть будем, он не должен быть на полочке. Ты включи микрофон себе. И мне хочется видеть правую руку, которая сейчас работает. Видите, ребята, то есть это еще надо привыкнуть так работать. Напомню еще, что надо поиграть. Так, друг мой, ну, по-моему, то же самое, что все играли сейчас. Чего мы не играли? Бень, ты знаешь, я не очень понимаю вообще, как бы, что мы тут делаем с тобой. Нет, нет. Мы просто играли по открытым струнам. Тебе, если не интересно, ты можешь, как бы, ну, не обязательно сидеть. Я не вижу руку твою правую. Мы должны обязательно сидеть так, чтобы было видно обе руки. Посмотри, как я сижу. Это важно. Так, ну, у тебя, во-первых, вот когда вот так приходится держать гитару, да, вот, это очень неудобно. Нужно стараться ее держать так, чтобы плечи, плечи были одинаковы, да, на одинаковой высоте, а не вот так вот. Да, и еще разочек, да, по четыре раза каждую струну. Большим пальцем не держишься. Ни за что, ни за струну, ни за что, да. Да. Да, совершенно верно. Да, совершенно верно, правильно. Теперь смотри. Значит, теперь попробуем Кирилла послушать тоже на эту же тему, посмотреть руки и послушать Кирилла. Я понимаю, что вам может кажется, что это не самое... Кирилл, ты вообще здесь, да? Вот то же самое сделай, да, потому что это очень важно, что там у нас с правой рукой происходит, да, как она работает. Да, только по четыре раза, по четыре раза, по четыре. Нет, Кирилл, 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 дружочек, пожалуйста, четыре. Это просто важно, чтобы оба пальца поработали один, другой, один, другой. Нет, погоди, четыре раза каждая струна. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну-ка. Кирилл, зайка, прости, пожалуйста, дорогой мой, вот, если ты меня слышишь... Нет, нет, не выключай, пожалуйста, микрофон. Но мне... Не выключай микрофон, не отключайся. Просто это очень важно. Очень важно. Кирилл, я тебя... Я пытаюсь с тобой разговаривать, дружочек. Ау-ау. Кирилл. Ау. Я просто хотела сказать, что очень важно постараться услышать, что я сказала, и сделать именно так. То есть нужно понимать друг друга хорошо. Кирилл, дорогой мой, пожалуйста, не уходи. Может быть, отключилась связь, да? Я хотела Кирилла попросить, чтобы он показал, как он здорово ноты выучил. Он очень классно выучил ноты. Значит, ну... Вот. Да, у ручки у всех красиво, да? Вот видите, то есть к этому положению рук еще надо привыкнуть, но оно дает позже вам... И так далее. То есть там... Да. То есть какие-то вещи делать, да, пальцами. Нам обязательно понадобится потом тоже уметь ими оперировать. Ну, и вот посмотрите, да, что Айка, что ребята сейчас послушают ноты. Потом. Так. Значит, вы, кто пробовал зажимать, да, нотки на струнах, наверняка понимаете, да, что указательным пальчиком мы зажимаем первый лад. И с мизинчиком зажимаем третий лад. Вот. Значит, у нас получается на первой струне три звука. Три звука. Это мини. Каждый из них мы будем играть четыре раза. Я бы хотела просто с Кириллом найти взаимоопонимание. Надеялась еще пару раз его попросить сыграть, чтобы... Чтобы именно четыре делать. Ну, это просто очень удобно. Делать четыре звука для работы. Четыре раза ми. Четыре раза фа. И четыре раза соль мизинчиком. Так, да, попробуй, Айка, попробуй ты. Сейчас мы ребят потом попросим. Значит, сначала ми, открытая струна. Указательным пальчиком фа вот здесь зажимаем. Нет, смотри, Айка, у тебя уже гитара уползла в неправильное положение. У тебя далеко очень гриф там. Вот так она у тебя. А нужно вот так. Угол сам, чтобы был вот такой. Понимаешь? Выше поднять. Выше вот эту часть поднять. Просто у меня тут стул мешает с краю. Стул мешает с краю. Но это тоже вопрос, да? То есть это нужно обязательно так придумать, какой стул. Вот, да, вот сейчас, ну, как бы более-менее нормально сидишь. Но вот я говорю, опять же, ребят, вот у меня здесь сейчас... Вот, я просто поставила на табуретку, чтобы вам было видно гитару хорошо. Я поставила эту ногу на табуретку. Сижу на высоком стульчике. Вот, и как бы могу хотя бы там, да, показывать, как работать. Вот. И у нас получается так, кто у нас там еще пришел? Это... Давайте расскажите, пожалуйста. Ну, вернее, давайте Айку сейчас послушаем, а потом я спрошу, кто у нас еще есть сегодня, с кем мы там работаем. Да, и мизинчиком, да. Мизинчиком на третьем ладу здесь. Абсолютно правильно, только тебе нужно еще при этом не держаться вот здесь. Ребят, смотрите на Айку, у вас будут те же самые ошибки, да, и смотрите внимательно, что она делает. Потому что сейчас вам придется повторять вот буквально то же самое, да. Мы ничем не держимся, Айка, мы не держимся вот здесь, да, вот здесь вот мы не опираемся, нет, нельзя. Нельзя никуда опираться ничем, ни большим пальцем, ни этими, все как бы только на весу. Вот. И мы на весу играем четыре звука открытой струны. Четыре звука указательным пальчиком на первом ладуне. И четыре звука мизинчиком на третьем ладуне. Попробуй еще раз сыграю, ладно, Айка, ничем нигде не держись, да, чтобы все было прям. Так, гитару сразу поправляю, да, чтобы было повыше, повыше. Вот так, да, да, локоть сразу туда тоже подтягивай слегка. Да, 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 нет, нет, Зайчик, давай остановимся на секундочку, не держимся, не держимся здесь, не касаемся гитары, не касаемся, а нужно просто вот по струнам только. А локтем касаться? Только локтем, да, локтем касаемся, а больше ничем не касаемся. Попробуй. Правильно, да, но нужно обязательно, ребят, в чем ошибка получается сейчас у Айки, расскажите, да, сейчас у вас тоже потом поищем, чтобы вы друг друга поправляли. Вот, все правильно, практически сделала Айка, только одна маленькая была ошибочка, какая, как думаете? Пальчики не чередовало, смотри, Зайчик, нужно, чтобы не один палец играл здесь, а два по очереди, вот в этом как раз. Я поэтому и прошу каждую нотку несколько раз повторять, чтобы это получалось. Попробуй еще раз. Так, еще, да, не держимся, не держимся, вот здесь не держимся, да, ничем не держимся, кроме локтя. Да, 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 еще разочек, еще разочек. Разные пальчики. Да, умничка. Так, теперь, ребят, давайте попробуем теперь, так, я что-то не вижу тут девочка у нас, да, а вот смотри, Светочка, ты поняла, да, что мы здесь делаем? Нам обязательно нужно, чтобы у нас было видно в камеру две руки, обязательно. У меня Катя зовут, Катя, да, Катерина, да. Так, а, значит, сейчас я скажу, Катюш, нужно каким-то образом сделать так, чтобы обе руки были видно в камеру, то есть вот нужно. Тебе кто-нибудь из взрослых может помочь? Да. Вот, а пока, Катюша, налажив. Налажив. Ребят, я вас прошу, пожалуйста, если можно, дорогие мои, если вы хотите дальше со мной иметь связь, обязательно мне пишите лично в Телеграм. Значит, наше задание номер один, домашнее, да, для всех, слышите, да, домашнее задание номер один, заключается в том, чтобы научиться правильно держать гитару, гитару, нигде здесь не держаться и играть просто двумя пальчиками. Вторая часть задания заключается в том, чтобы научиться здесь зажимать указательным фа, а мизинчиком зажимать соль. Попробуй, если можно, Макс так сделаем. Макс, попробуй сделать то же самое, что сделала сейчас Айка, пока Света, вот пока Катерина устраивается. Макс, у тебя тоже как раз идет та же самая ошибка, что была у Айки, не надо держаться пальчиками за гитару, не надо держаться, да, они не касаются гитары, вот, там локоть нужно еще поправлять, локоть не очень правильно, локоть у Макса вот сюда вот куда-то вот ушел, а он должен быть четко на углу, да, тогда он будет как бы более-менее с опорой. Да, 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 попробую сейчас, значит, первая струна ми открытая. Можно вдвоем пробовать, ребята, можете вдвоем пробовать ми, да, оба, и Макс, и ми. Вдвоем еще раз, сыграйте, пожалуйста, вдвоем ми. Ну, вам нужно настроиться, только будет обязательно инструмент, да. Да нет, 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 ребят, ребят, погодите секундочку, погодите, пожалуйста, нужно именно ми сыграть только, пока не фа, а только ми, да. Оль, ну, вы знаете, их, похоже, надо чуть-чуть подальше сажать, видимо, чтобы они оба влезали, или с разных устройств выходить, потому что... Не-не-не, дело не в этом, дело в том, что я у Миха не вижу гриф совсем, понимаете, я не вижу, как он зажимает. То есть вот как бы все равно сейчас я первые лады не вижу, то есть это надо как-то... Да, вот типа такого что-то, да, ну, можно чуть-чуть еще двинуть, вот вроде там есть место для Макса. Вот, нет, двинуть оба в обратную сторону, да, чтобы, ну, первый лад гитары Миха я должна видеть. И еще разочек, мальчики, вдвоем просто сыграйте ми, 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 все остальные тоже можете попробовать. Да. Потом оба сыграйте фа, фа это третий лад, о, первый лад, прости. Играй, Максим. Макс, играй, пожалуйста. Нет, там, там, смотрите, ребят, ребят, Макс, нужно вот так зажимать, ты вот так вот держишь лениво как-то, знаешь, вот так вот. У тебя фактически прикладывается пальчик, но он не зажимается, чтобы он зажимал, это должно быть, вот угол должен быть вот такой, а рука должна быть кругленькая такая, кругленькая, и посмотри, как у меня она расположена. То есть не вот так вот, а вот так вот, то есть запястье провешивается и так далее. Олечка, попробуйте сейчас еще раз выключить микрофон, самой поправить, вот саму руку, чтобы она вот так вот провешивалась. Вот, Катенька, я не вижу твою руку правую, левую, мне нужно все-таки как-то подвинуть камеру, чтобы левая рука тоже была видна. И левая, и правая, это целое дело. Бень, ты знаешь, я что думаю, Бень, если можно, значит, как бы ты, если можно, отключись, у меня не хватит на тебя сейчас времени. Нет, находишь меня в Телеграме, если хочешь заниматься со мной, потому что у меня будет отдельное предложение для ребят, которые прям суперактивные, им хочется там, не знаю, условно говоря, славы там и всего. Ставишь себе Телеграм, повторяешь ноты, у тебя схема, то нот есть, мы с тобой по твоей же схеме работали на прошлом занятии, вот. И просто присылаешь мне видео в Телеграме, тогда мы с тобой будем на связи. Тут сейчас я вот с новенькими, мне очень сложно на тебя время найти, ты уже играющий человек, а ребятки тут пытаются первый лаз зажать, понимаешь? Так что давай, как бы, ну вот, ты вернее можешь там смотреть, можешь находиться здесь, но я не буду сейчас тебя трогать, у меня тут четверо совсем нулевых новичков. Вот, если тебе интересно, чтобы дальше вместе работать, то ты обязательно меня найди в Телеграме. И все тоже, кто хотите действительно заниматься, после сегодняшнего занятия непременно присылайте, как бы, то же самое, что делали сегодня, и там находим с вами, да, способ дальнейшей работы. Катюша, сыграй, пожалуйста, если можно, сначала открытую струну ми. Большим пальчиком не надо держаться, да, большой пальчик просто там отдыхает, болтается. Да, потом указательным пальчиком, указательным пальчиком зажимаешь вот здесь на первом ладу, у тебя получается фа. Так вот так прям зажимаешь, да, чтобы вот, 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 не вот так вот, а вот так вот, кругленьким пальчиком вот таким, кончиком. Так. Да, и потом мизинчиком вот здесь на третьем ладу мизинчиком тоже. Нет, это должен быть третий лад, раз, два, три, третий, раз, два, три. Не, нужно, смотри, вот к концу, к концу вот сюда дожать, да, и поставить кончик пальца, кругленький такой. Да, да, угу, ну, сыграй. Да, 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 еще разочек, открытая ми, фа на первом ладу и соль на третьем ладу. Да. Да, и соль на третьем ладу. Бизинчик. Да, да, совершенно верно. Ребят, смотрите, значит, теперь такая вещь. Значит, это ваше задание номер один. Эти нотки, они должны все звучать красиво, вы должны их знать. Я вас спрашиваю, например, на следующем уроке, и вообще, в принципе, даже не буду спрашивать, вы будете прислать мне видео, где соль, где ми, где фа, где соль. И так далее, то есть с этим можно обращаться. Дальше, смотрите, эти ноты нам потом понадобятся вместе с аккордами, потому что можно играть и аккорды, и ноты. Это тоже очень важная часть музыки. Кто из вас уже что-то пробовал по аккордам? Я смотрю, у нас в прошлый раз была Алиса, в прошлый раз был у нас Даня. Сейчас их что-то нет, я не вижу, ребят. Что мальчики Макс и них научились делать, например, самостоятельно? Кто там попали на урок? Расскажите, покажите. Что вы пробовали, какие у вас аккорды были? Я вообще ничего не умею, я не учился. Учился, один год ходил, а сейчас говорит почему-то, что не учился. Учись тогда, сиди? Нет, не буду. Не, погоди, Макс, ну как же так? Я же не с мамой разговариваю, я же с тебя учу. Ну просто, какого плана вещи тебе показывали? Там что, например? Он играл звезду по имени Солнце Цоя, более-менее получалось. Ну, год уже не занимались, вот два года назад ходил, год не занимался, вообще гитару в руки не брал. А, понятно. То есть, как бы, были аккорды боем, да, по сути дела? Да, были аккорды, да. Ну, какой-нибудь один аккорд из звезды по имени Солнце можешь показать, самый первый? Нет, не могу, я не знаю, как я играть. Я не играл. Макс, ну зачем ты сейчас врешь, объясни мне? Если не хочешь заниматься, все, скажи, до свидания и иди отсюда. Ребят, смотрите, вот просто я сейчас вас, чтобы немножечко вас, чтобы немножечко вас расслабить, я вас просто попрошу немножко поиграть без микрофона, без микрофона, по открытым струнам, да, то есть, как бы, вы наверняка видели вот это движение, да, когда человек вот... Попробуй так сделать, да, просто хотя бы не очень, это можно делать тихо. Тихо. Можно спокойно, можно делать тихо, а можно делать громко. В зависимости от того, что у вас там, да, там наушники, не наушники, там, и как, сейчас поздно, вот, поздно или рано, или вечер, или ночь. Если ночь, то можно... Это нормальное движение, если вы умеете его делать, это очень классно. Вот, значит, но когда нам нужно играть, приходится играть аккорды, посмотрите, мне просто интересно, сможет ли кто-то из вас сделать такой фокус, да, Ну, вы, конечно, пацаны, сможете, там, поскольку вы пробовали. Значит, берем средний пальчик. Средний. Этот средний пальчик ставим на пятую струну, на второй лад. Пятая струна, но она еще сверху можно нащупать, да, вот, вот пятая струна, второй лад, вот сюда. Можно посерединку. Посерединке это средний палец, а безымянный палец, он ставится на эту же струну, на этот же лад, только на четвертой струне. В итоге у нас получается средний и безымянный на одном и том же ладу, рядышком, прям, как будто слипшиеся такие, но на разных струнах, на четвертой и на пятой. На четвертой и на пятой. Вот, у кого получается, да, вот. И теперь можно с этим... Сейчас со всех по очереди спрашиваю, попробуй, ты, Айка. Там пальчики устают, поэтому долго прям не надо. Айка, сыграй, ладно, если можно. Как у тебя получается, Айка? Вот это, да, попробуй, сыграй теперь, как звучит. Супер, да, замечательно, да. Вот на этом аккорде, да, это ваш аккорд, можно на нем быстро, можно медленно. Можно только вниз. Вот, а можно там вообще только вверх. Можно какие-то другие варианты. Так, да, замечательно, Айка, супер. Вот не забудь, пожалуйста, это расположение пальчиков, но урок у вас будет, поэтому вы сможете повторить. Теперь, Катюша, попробуй поставь пальчики. На четвертой лад пятой струны, и там же на втором ладу четвертая струна. Пальчики средний и безымянный. Средний и безымянный. Попробуй теперь сыграть. Именно средний, нет, ты, по-моему, зажимаешь указателем, там должен быть именно средний, средний пальчик. Средний пальчик сверху, под ним безымянный. Средний пальчик сверху, на пятой струне, под ним безымянный. Ну, попробуй, что у тебя звучит. Смотри, 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 зайчик, смотри, нужно не на самой верхней струне зажимать, а пониже, на пятой и на четвертой. Пятая и четвертая. На пятой зажимается средний пальчик, на четвертой зажимается безымянный пальчик. Да, да. Попробуй теперь сыграть, что получается, что будет звучать. Да, да, да. Только самое главное, чтобы указательный был отдыхал, да, а эти два работали. Так, теперь попробуем сейчас Макса с Михой. Вот так. Дим, я сейчас буду слушать Макса с Михой, но я даже, если честно, не очень понимаю, вы там, если вы хотите работать, то вы работаете, да, то есть, если не видно там ни гитару, ни человека, сложно тогда работать. Макс, давай попробуй ты Е. Да, 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 хорошо, теперь ты попробуй Мих. Мих, там нужно не с указательного, а со среднего пальчика, а указательный отдыхает. Вот средний, безымянный. Постарайтесь, ребята, что там сгорело? Да, 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 совершенно верно. Да, 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 да. К сожалению, там тоже мне, ребят, скажите, не сильно мешает окно вот так вот за просмотр, за моей спиной? Я просто сегодня не развернула экран, а у нас... Там просто шторт как таковых нету, а развернуть экран в другую сторону я просто сейчас не успела. Вот, еще раз сыграй, пожалуйста, Мих. Да, 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 видите, сам просто взял и зажал, все правильно. Да, только надо обязательно-обязательно настроить гитару. Вот, смотрите, значит, это первый аккорд, да, который я вам показываю. Но, если честно, пока что второй давать не буду, потому что просто у нас пока по плану именно звуки на второй струне рассмотреть. Так, сейчас у нас 38 минут, я ничего не путаю. 12.38, правильно? Значит, мы с ребятами, которые у нас были на прошлом уроке, которых сейчас нету, разобрали нотки на второй струне. Это открытая вторая струна. Вторая не зажимается, она называется Си. Указательным пальчиком До на первом ладу. И мизинчиком на третьем ладу Ре. То есть те же самые лады, только на второй струне. Си, До и Ре. Попробуйте. Так, сейчас у нас там Софья уже пришла, да, ребята. Я сейчас поняла, что я вас передержала, конечно. Значит, мне уже надо включать укулеле. Вот, значит, смотрите, как видите, у нас, просто понимаете, проблема в том, что я уже третий урок объясняю одно и то же. Ко мне приходят все время разные люди. Вот, они потом пишут, что они там уезжали, не могли, но они не предупреждали об этом заранее, да. И мне совершенно непонятно, как строить программу, да, даже этих самых бесплатных уроков. Поэтому, если вы не хотите, ну, как бы, если вам это интересно продолжать, обязательно мне пишите в личное сообщение. Вот, во-первых, пишите, рассказывайте, какие у вас планы, как бы, что вы хотите делать. Вот, ну, во-вторых, потому что речь сейчас идет о курсах гитары, которые будут рассчитаны на группу из четверых человек, да, не как сейчас, 5-8 там, с непонятными целями, с непонятными задачами. Вот, а именно рассчитаны на группу из четырех человек и тоже будут требовать домашнего задания. Вот, поэтому, если можно, значит, запомните, что мы сегодня делали. Мы играли по открытым струнам, мы играли нотки на первой струне, мы играли аккорд ЕМ, вот, и все нотки мы играли по 4 раза, вот, правильно держа, значит, инструмент, правильно держа пальчики, да. Обязательно прислать после этого урока, если вы хотите работать дальше, обязательно прислать видео, что вы делали, как у вас получаются эти компоненты. Тогда дальше будем работать, мы встретимся там в субботу, скорее всего, посмотрим, как будем делать. А следующий урок когда будет? В субботу, скорее всего, в субботу. В субботу, по-моему, в 6 у нас там стоит. Вот, теперь я очень прошу укулеле, у меня сейчас просто, я с вами прощаюсь, ребятки, у меня пришло время укулеле. Я и так сейчас задержала ребят, вот, у меня сейчас есть Софья, вот, Софья, не знаю, она рядом, не рядом, вот, кто, да, привет, Ирина, вот, очень рада вас видеть. Вот, так, сейчас я принесу свою гитару, Малюсию. Спасибо, до свидания. По поводу укулеле, та же самая история, значит, у нас нужно приноровиться, как сидеть правильно, да. Спасибо, до свидания. Да, да, до свидания, ребяточки, пишите, очень буду ждать от вас весточку, вот, да, то же самое приноравливаемся, как сидеть, у меня сейчас коленки тоже вот так вот приподняты немножко, да, не вот так вот опущены вниз, а специально чуть-чуть приподняты, чтобы у меня ничего в итоге не, никуда не уезжало, да, никуда не падало. Вот, и мы с вами сейчас попробуем поиграть каждый, кто мог, что, да, вот мы, например, там, Ирина очень здорово прислала Happy Birthday, попробуйте первую половину, а может, и вторую вы уже сделали. Совершенно верно, Ир, сыграйте первую струну свою, вот эту вот, которая самая первая, то не... Так, сейчас я соображу, а сыграйте все четыре... Еще раз. Вам нужно немножечко ее подтянуть, видимо, чуть-чуть, потому что у вас остальные струны, раз, ну, как бы настроены по, как сказать, чуть-чуть ее покрутонить, чтобы она у вас, видимо, в целом гитарка настроена немножечко повыше, чем у меня. Вот этот колок, вот этот колок первой струны, чуть-чуть крутоните на закрутку, на поднятие звука и сыграйте. Я не знаю, как у... Может, сейчас iPad 1 подстроюсь? Не, наоборот, в другую сторону, на другую сторону, в другую сторону. Да, да, потому что у вас вот... И сыграйте первую, вторую. Сейчас, Соня, погоди секундочку. Да. Нет, значит, нужно что-то сделать, на самом деле, нужно либо настроить... Сейчас, секунду, Ир, что ты, Соня, хотела, что хотела сказать? Я не очень разобралась с первой хэпидонда, не знаю, как... У меня не очень получается. Не могли бы вы прислать видео, как это делать? Хадина, ты нотки разобралась, где какая нотка? Да, у меня получается. Только не совсем понятно, почему сначала две до, а потом одна. Ну, так, просто порядок, ноту такой, там, почему сначала... Почему так такие слоги? Happy birthday to you. Так песенка устроена. Да, то есть она абсолютно вот... Если... Так, Ирочка, значит, смотрите, давайте сейчас... А ты дай первую струну, какая у тебя первая струна сейчас? Ой, а у тебя еще... У тебя получается еще. Ну что, сейчас, погодите секундочку, попробуем сейчас по тёнору просто... У меня немного сломана эта струна и... В смысле сломана, в каком? А, вот, например... И что? Ну, просто, может быть, этот... Не-не-не, погоди, погоди, что ты говоришь? А, ну да, это бывает, к сожалению, да. Это тут сейчас, девочки, я просто хочу тюнер набрать, да. Так, и по тюнеру проверить свою первую струну. Заодно и вас попрошу сейчас проверить, да, потому что иначе будет тяжеловато. Сейчас, подожди, я скажу, ну, как бы... Мне почему-то кажется, что у меня нормальная ля. Сейчас я включаю ля, да, там включаю тюнер. Мне показывает... Так, сейчас она говорит, подождите. Ну да, ты, Соня, походу, права. Ир, давайте попробуем по слуху сейчас настроить. Сейчас я сначала себе настрою все. Вот, смотрите, Ирина, первую струну попробуйте свою сыграть. Вот вам нужно сейчас ее подтянуть, да, вот на, как бы, ну, наверх, чтобы она поднималась и постараться сделать, как у меня. Это немного нужно крутить. Чуть-чуть еще подкрутите, вверх, да, просто закручивайте. Ну, практически, еще чуть-чуть совсем. Чуть-чуть погромче только играете, да, чтобы прямо хорошо слышно было. Вот, потом вторая... Не-не-не-не, погодите, еще чуть-чуть подкрутите, а то она чуть ли не назад ползла. Потом вторая струна, потом вторая струна. Да, а тут у нас все нормально. А теперь третья струна. Ну, практически все правильно. И четвертая. Ну, я поняла, да, у вас там пока еще не поменяли вы эту на лоу-джи, как я, потому что у меня, смотрите, видите, что, да? У меня тоже джи струна, я вам рассказывала, да, как раз, только она вот такая. Или я пока еще не успела там, то есть вот она... Я специально ее меняла, чтобы можно было играть музыку более интересную, чтобы вот эта четвертая струна не дублировала остальные струны. Она практически дублирует там что-то среднее между второй и первой струной. То есть надо вообще струну другую поставить. Да, да, но это как бы они заводские никогда не бывают такие. Принципиально по построению аккордов это ничего не меняет, да? То есть как бы вот схема аккордов остается те же самые. Просто это красивее звучит, когда у вас вот эта струна ниже остальных. На ней можно как бы как бы на бас опереться. Я ее уже купила, еще не поменял. Да, ну это как бы, если честно, поскольку у нас еще столько технических, задач научиться держать, там пальцы переставляйте. Это неудивительно. Так вот, смотри, значит, Сонечка, вот Ира вполне успешно сыграла, да? До, до, ре, до, фа, ми. Нет, фа, ми у нас. До, до, ре, до, фа, ми. Вот, попробуй сыграть. До, до, ре, до, фа, ми. Нет, погоди, у нас где до? У нас где до? Здесь? Нет. До – это третья открытая струна. Да. Там же схемка есть? Конечно. Еще раз то же самое. До, до, ре, до, фа, ми. Да, да. А потом до, до, ре, до, соль, фа. До, 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 соль, фа. Умничка. Вот Ира как раз то же самое сделала, да, еще вчера. Она попросила потом дальше. Вот. Дальше у Иры немножечко были такие там тоже запиночки. Смотри. Значит, там у нас сначала идет две до обычных. Потом до на первой струне. Потом открываем ля. Попробуй сама сейчас сыграть. До, 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 ля. Ирочка, попробуй. До, 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 ля. Да, да. Да, только старайтесь все-таки здесь не прислоняться ничем, потому что у нас должна быть такая свободная рука. Вот. Потом фа, фа, ми, ре. Да, да. Да. И вот последняя у нас есть такая нота. Мы про нее пока еще не говорили. Я специально ее там вот как бы Ире написала. Да, да. Вот видите, как звучит совсем уже иначе, да. Но только стараться нужно, да, чтобы у нас вот мы не придерживали гитарку и чтобы могли просто спокойненько вот так вот эту нотку свободной кистью зажимать. Смотрите, Ир, да, не вот так вот, а вот чуть-чуть повесить, да. Не, вас вы пока держите. Да, инструмент, чтобы... Ну, да, попробуем сейчас, да, си, си вемоль. Да, да, да. А вы тогда можете присылать мне продолжение? Я буду вниматься сразу за меня. Значит, Сонечка, я присылала тебе предложение сегодня. Вот. Я присылала всем в чат. Я присылала тебе, значит, так... Значит, тебя отдельно... Так, Кирилл пишет, извините, что отвлекаю, мне нужно было подойти. Так. Ну, что могу сказать? Какое домашнее задание по гитаре? Пока что домашнее задание по гитаре у нас аккорд ЕМ мы изучили. И, как бы, мы его играли вот просто таким вот образом. Пробуйте присылать. Когда будет сейчас запись урока, сможешь посмотреть. Хорошо? Вот. Значит, так вот, да, я попробую сейчас просто с вами вместе это, как бы, еще раз пройти. До, 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 ля. Ля, потом фа, фа, ми, ре, а потом Ирочка доиграет си, 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 бемоль два раза. Ля, фа, соль, фа. Попробуй. Да, вот отсюда, может, с этого, да, а можно оттуда, да, отсюда. Да, да, да. И еще разочек то же самое, Ир, да? До, до, до. Сейчас. Да, да. Сейчас попробуй скопировать. Сейчас. Да, да, сейчас у нас здесь копирую. Так, это здесь первая часть, да? Умничка, Ир, все совершенно верно. То есть фактически у вас уже есть база. Вот. Так, это что такое частное, я пытаюсь? Не, не знаю, сейчас. Хотела, да, сделать. И это первую часть в чат я отправляю еще Ирине. Вот я как раз, когда Ирина мне прислала первую часть, я отправила ей инструкцию по второй части. Значит, смотри, Сонечка, значит, сейчас я потеку скопирую. Мне очень важно, чтобы просто вот, если я, я же понимала, да, прекрасно, что удобнее и проще, если я вам покажу, ну, как бы, да, сама наиграю на видео, мне было очень важно, да, то есть как бы, если со мной люди, которые действительно посещают, да, и как бы готовы быть на связи, готовы выполнять именно те домашние задания, которые я даю, Сонь, они не просто что хотят играть. Потому что если вот, я всегда стараюсь делить на две части. Вот одно задание, которое вы сами хотите играть, его можно там делать, да, но его нужно присылать во вторую очередь. В первую очередь нужно делать именно то, что я прошу, потому что потом из этих же самых… Ребята, у меня вообще урок, вот, потом из этих же самых ноток мы делаем аккорды, то есть у нас эти… Да, то есть вот красота, красота в итоге будет сделана из… И из нот, и из аккорда. Значит, чтобы немножечко вас, как бы, тут расслабить, я еще раз повторю домашнее задание. Значит, нужно играть эту хэппи-берды, знать, где какая нота, да, то есть с этими нотами, там я тоже могу вам подкидывать огромное количество песенок, там. И такие песни не обязательно записывать на видео, вы и сами хорошо их можете, да, там, разобрать, там. Только главное вот до не путать, да, и все будет хорошо. Теперь смотрите, ставим ноту до, значит, безымянным пальчиком и пробуем делать так называемый бой. Это когда, можно вот очень тихонечко делать, они не обязательно громкие, это вы вниз кистью, да, касаясь струн, вот, указательным пальчиком, можно просто вниз. Вот, попробуйте ирвы сначала, четыре удара, да. Да, да, совершенно верно. Теперь ты попробуй с Соней. Миша, начинается, что такое? Да, 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 получается. А теперь, это аккордик называется С, или До, да, в буквенном, как бы, как буква, да, С, она обозначает До. У нас все буквы обозначают, какими-то нотками могут, и что ты ищешь, Миша? Что ты хотела? Да, я хотела делать. Так, ну иди, пожалуйста, сейчас я, пожалуйста, ну ты можешь меня сейчас не отвлекать? У меня просто все мысли пропадают. Начинаешь чуть-чуть. Да, это аккорд С, и вот тут, кстати, можно и вниз, и вверх играть. Нормально, совершенно, да. А второй аккордик А, это означает нота Ля, да, он у вас будет звучать так. Ну и получается, мы берем средний пальчик, ставим его на четвертую страну, на второй лад, по секрету говоря, это нота Ля. Да, да. И как бы ваше первое ближайшее задание будет заключаться в том, чтобы аккорды переставлять с одного на другой. То есть самое сложное в перестановке аккордов, это не зажать, а переставить, да, и быстренько там. Да. Да. То есть быстро переставлять это не сразу получается, это вот нужна некоторая тренировка, как раз когда вы будете присылать, как бы, ну, эти все свои пробу, да, вы будете тренироваться. Давайте попробуем несколько раз поделать так. Два аккорда С, два аккорда А, М. Можете вместе со мной, там, не выключая микрофон, и просто все вместе тихонечко. Да, то есть безымянный пальчик. Потом средний и безымянный пальчик. Средний пальчик. Да, это все прекрасно, здесь ничего сложного, и в том, и в другом аккорде всего по одному пальцу. А также мы с вами сейчас попробуем третий аккорд. Вот этот Ц, этот А, М, английскими буквами. Вот если поставить еще к этому А, М, нотку Ф, то получится уже не А, М, а будет называться Ф. Такие вот два пальчика. То есть это вот эта вот нотка на четвертой струне, средним пальцем. И плюс Ф наше на втором ладу. А, да, Соня, ты не очень правильно поставила, да, только аккуратненько, да, там, да, еще раз, да, Ф попробуй, покажи. А, да, да, абсолютно правильно, Ирш, Соня, поправь палец, там должна быть Ф, а не на третьей струне нота. Где у нас Ф, да, Ф и на четвертой струне второй лад, как был, как был, да, вот так. Сыграем. Ну что, скупчиком. Да, 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 абсолютно верно. Это, девочки, аккорд Ф. Смотрите, в нашей коллекции прибавился еще один аккорд. То есть мы умеем С, мы умеем АМ, мы умеем Ф, да, подставляя нотку Фа. А дальше я вам сейчас покажу, действительно, такой аккордик не очень простой, да, для новичков, но мне почему-то кажется, что вы справитесь с ним очень легко. Очень красивый, называется G или Соль, да, по нотному. Значит, мы берем указательный пальчик сначала и ставим на Р, на Р, на третью струну, это второй лад. Вот, да, нет, указательный именно, ир, указательный, не средний, указательный, да. Потом чуть разворачиваем руку, потому что нам придется здесь еще поставить средний, тоже на этот лад, но на первую струну, на ноту Си. Да, да, пониженно, нет, вот на первую, на первую, не на вторую, а на первую, да, правильно. Да, вы пока не удивляйтесь, что это неудобно, да, но как-нибудь, как-нибудь. Вот, и потом безымянный пальчик практически почти что прямой, ну, там, как получится, на Соль, на Соль, второй струнный, на Соль. Вот, сначала неудобно, потом пальчики привыкают, да, попробуйте, что получается. Абсолютно верно, да, Ир, все совершенно, да. А я вам играла, как раз, помните, когда присылала вам аккорды. Да, да, я понимаю, да, я понимаю, Соль, ну, как бы сейчас, ты знаешь, я тебя прошу очень быть внимательной, потому что, как бы, ты действительно можешь очень много знать сейчас, да, вот, очень важно действительно эти аккорды в разном порядке, в разном порядке переставлять. То есть, вот, это G, пробовать сочетать со всеми, там, остальными аккордами. Допустим, G и C, первый сам, да, потом опять так и так. У вас не будет это получаться быстро, но, как бы, не страшно, потом здесь. Вот, F, допустим, и G. Любые движения тут, как бы, правой рукой пойдут. Главное, чтобы было понятно, что выиграется. Да, понимаете, да? Ир, попробуйте вот сейчас еще раз этот G зажать, сложный аккордик. Да. Да. Да, да. Да. Да, и аккордик С на ноте до, фактически, да, у нас самый первый был аккордик. Я еще не запомню. Да, это нота до, третий пальчик, да, да, да. Да. Да, совершенно верно. В общем, смотрите, я сейчас вам сниму небольшое видео и закину его в чат, в наш, да, и мы сможем, вы сможете повторить эти аккорды, хорошо? Да. Чтобы у вас там быстро была возможность это глянуть. Вот, девочки, спасибо большое. Значит, домашнее задание пробовать Happy Birthday, да, ни один раз там не стесняйтесь того, чтобы одинаковые задания записывать ежедневно. Потому что, ну, будет звучать готово только через неделю, а то и две, да, то есть, ну, как бы, все, что, весь материал, он должен немножко отложиться. Вот, поэтому вы, ну, как бы, присылаете и присылаете и присылаете. Начинает получаться хорошо, мы с вами берем что-то новое и идем дальше. У нас сегодня четыре аккорда и песенка Happy Birthday. Вот, если какие-то вопросы, проблемы, пишите, я помогу, хорошо? А вот правой рукой вы говорили, что надо бить там, где дырка. Я смотрю, вы вот между, по-моему, дыркой бьете. Ну, тут это, да, это на самом деле тоже угол такой, да, с Мариэр, да, то есть, ну, примерно где дырка на самом деле, да, то есть, там, плюс-минус там, да. Вот, тут, если честно, мне даже, если бы, даже, ребята вот так вот играют, это, в принципе, тоже не страшно, главное, чтобы не вот так вот, да, как вот бывает, да, вот, или не вот так вот, да, то есть, чтобы не держаться за саму гитару, чтобы была свободная кисть. Там, где она в итоге окажется, это, как бы, такая штука, да, желательно, где-то, 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 где-то здесь. Вот, умнички, молодцы, очень хорошо с вами работать. Вот, до связи, теперь в субботу, я думаю, где-то, где-то, наверное, в половину седьмого мы с вами. Все, спасибо, всего доброго, пока-пока, до свидания. Спасибо большое, да, до встречи. Пока-пока.